Карин, что у тебя нарисовано? Девочка и мальчик, играя со спичками, и началось возгорание. Если началось возгорание, что нужно делать, Карин? Позвонить в 101 и предупредить взрослых. Карина права, надо вызвать спасателей, сообщить взрослым, не паниковать, попробовать потушить водой или накрыть плотным одеялом. Ученики столичной 143-й школы с малых лет знают о том, что делать в случае чрезвычайных ситуаций. Ведь их старшие товарищи, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубр», не устают напоминать малышам о важных знаниях, проводя яркие тематические мероприятия. Учащиеся воспитанники военно-патриотического клуба «Зубр» имеют возможность и выбирают направление вступления в ряды Республиканской организации Белорусско-добровольного пожарного общества, чтобы в рамках волонтерских отрядов помогать в проведении различных мероприятий под эгидой МЧС Республики Беларусь и также развивать данное направление для хороших результатов. На счету волонтеров отряда и множество добрых дел, нуждающимся гражданам почтенного возраста. Однако одним из самых главных достижений представители Белорусского добровольного пожарного общества называют помощь в проведении европейских игр в 2019 году. На подобных мероприятиях ребята находят новых друзей и расширяют кругозор, помогая в организации самых масштабных мероприятий страны. В 2019 году волонтерский отряд этой школы был признан одним из лучших в Республике, участвовали в конкурсе «Волонтер года» вместе с нами, вместе с сотрудниками МЧС, делают очень много добрых дел. И сегодня в наши ряды мы приняли учащихся профильного класса отряда «Зубр», который тоже был один из первых в Республике. Мы приняли учащихся профильного класса отряда «Зубр», который тоже был один из первых в Республике создан. И эти ребята сегодня получили билеты, значки, и хороших дел наших добрых будет еще больше. Получив почетные значки и членские билеты, воспитанники «Зубра» обретают гордое звание волонтеров пожарного общества Беларуси. Белорусское добровольное пожарное общество берут 16 лет. Так как мне еще нет 16, мне 15, я просила своих родителей написать заявление. Я очень хочу больше участвовать в различных мероприятиях, особенно с детьми, играть с ними, учить их, рассказывать про правила дорожного движения. Воспитанники отрядов МЧС получают множество знаний и без труда находят выход из любой чрезвычайной ситуации. А знаете ли вы, что делать в случае возгорания зарядного устройства, мобильного телефона в розетке? Конечно же, нельзя оставлять зарядное устройство без присмотра, особенно вставлять в переходник много розеток. Если все-таки ситуация такая произошла и случилось возгорание, то мы ни в коем случае не нервничаем, звоним в 101 либо в 112. Если есть возможность, то обесточиваем и накрываем плотной тканью. Если такой возможности нет, то просто ждем спасателей. Пин-котики. Надеюсь, вы смогли выбрать правильный вариант ответа, ведь финальный вопрос интерактивов будет куда сложнее. Что делать, если из-за перегрева телевизора началось возгорание? Если уже такое произошло, тогда мы ни в коем случае не паникуем. Мы звоним в спасательную службу. После того, как мы совершили звонок, мы берем плотное одеяло и накрываем им телевизор, после чего мы ждем приезда спасателей. Помните о том, что с огнем играть опасно. Берегите себя и запоминайте телефоны пожарных служб. Друзья, все подсказки уже были озвучены в нашем...